Иерусалим «Если забуду тебя, Иерусалим, забвенно будет десниться моя», – восклицал пророчески царь Давид. Вот уже более двух тысяч лет сюда устремляются православные паломники. О Святой Земле, стране священных воспоминаний, знает каждый читающий Библию. Священный для ветхозаветных иудеев Иерусалим стал еще более священным для христиан, осветившись стопами, а потом и кровью Божественного Спасителя нашего, Господа Иисуса Христа. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его. И в третий день воскреснет. Евангелие от Марка. Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу ему и восклицали. «Асанна, благословен грядущий во имя Господня, Царь Израилев». Господь входит в Иерусалим для предания себя на поругание, на унижение, на мучительную и позорную смерть на кресте ради спасения грешных людей. С давних пор почитается в Иерусалиме место Рождества Пресвятой Богородицы, где была построена базилика. Храм был разрушен в эпоху мусульманского господства, но затем восстановлен крестоносцами и сохранился до настоящего времени. Рядом находится Вефезда. Это название купальни в евангельском описании «Чудо исцеления Иисусом Христом Расслабленного». Она описывается как «Находящиеся в Иерусалиме у овчих ворот». В этой низине была купель и устроено место исцеления. Множество больных ожидали избавления от болезней. Иисус увидел человека, лежащего в болезни 38 лет, и сказал ему «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему «Так, Господи, но не имею никого, чтобы опустил меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу другой, уже сходит прежде меня». Иисус же сказал ему «Встань, бери постель свою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. И сказал Пилат Иудеям «То царь наш!» Но они закричали «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им «Царя ли вашего распнул?» Первосвященники отвечали «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. Евангелие от Иоанна. Православные паломники идут по крестному пути, начиная свой ход от притории, где находилась темница Христа. После того, как Иисус Христос был осужден на распятие, воины сняли с него багреницу и одели в собственные его одежды, возложили на плечи Спасителю крест его и повели на место, называемое Голгофею. В Евангелии от Луки сказано «И шло за ним великое множество народа и женщин, которые плакали и рыдали о нем. И Иисус же, обратившись к ним, сказал «Чери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут, блаженно неплодные и утробы неродившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам «Падите на нас, и холмам покройте нас». Ибо если с зеленеющим деревом это сделают, то с сухим что будет? Александровское подворье расположено всего в 70 метрах от Голгофы и фактически составляет с ней единое целое. Стараниями русского императорского православного палестинского общества был обнаружен фрагмент стены времен царя Ирода, врата и гольное ушко. И это помогло открыть порог судных врат, через которые переступил Иисус Христос по пути на Голгофу. Чтобы сохранить обретенные реликвии, в 1891 году палестинское общество построило подворье. Его назвали Александровским в честь императора Александра III, который благословил создание общества и сам проявлял постоянную заботу о русских местах в Святой Земле. Простирая руки на кресте, Спаситель призывает все человечество воспользоваться той великой победой, которую он даровал людям через свою крестную смерть. Царь Бог царствующих и Господь господствующих приходит за платися и датися вснеть верным, поет православная церковь. Иерусалимский храм Воскресения Христова, более известный как храм Гроба Господня, стоит на том месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Господь наш Иисус Христос. Вот уже две тысячи лет устремляются богомольцы в эту землю, чтобы на Голгофе, где Христос претерпел ради нас страдания, положить начало исцеления от страстей. У подножия креста, где Господь простил своих распинателей, простить всех врагов наших и небожителей. У гроба Христова, откуда Господь воскрес из мертвых, положить начало духовному очищению. Ни время, ни расстояние, ничто не может остановить благоговейного желания прикоснуться к святыням, покаяться и очиститься от скверно-греховной и соединиться с Богом в таинстве Евхаристии. Что может быть выше этого чуда, и что может нас ближе приобщить к божеству, как непричащение божественных тайн? Ведь сказано, едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Сегодня храм Воскресения Христова покрывает своими сводами Голгофу с местом распятия. Гроб Господень, подземный храм обретения животворящего креста, храм святой равноапостольной Елены. У Голгофа располагалась площадь, на которой народ собирался смотреть казнь преступников. Возле скалы была лощина, куда повергали тела и кресты распинаемых. Туда же был повергнут и крест Господень. Царица Елена обрела место гроба Господня и Воскресения, а также лобное место, где распяли Спасителя. На месте, расположенном под алтарем, был сооружен крест Христов. Под Голгофой за престолом видно продолжение трещины, которая образовалась во время землетрясения, случившегося, когда Спаситель испустил дух и умер на кресте. По преданию, у основания Голгофы погребена глава Адама. Камень помазания На этом месте праведный Иосиф с Никодимом положили бездыханное тело Иисуса по снятии со креста, помазали благовониями, обвили плащаницей. Это желто-розовый благоухающий камень под сводом из множества лампад и подсвечников. Перед взором входящих в храм предстоит великолепная мозаичная икона снятия со креста тела Спасителя, помазание тела Христова миром и положение его во гроб. Храм Воскресения Христова – главная святыня христианства. В нем находится кувуклия Гроба Господня. Вход в предел Гроба Господня очень низкий и узкий. Сама пещера тоже мала, так что перед гробом могут стоять одновременно не более трех человек. Благословенный трепет охватывает душу христианина при одном приближении к этой святыне. Эта маленькая пещера временно была вместилищем необъятного. Здесь бездыханным и безжизненным лежал тот, кто дает жизнь всякой твари, кто был создателем всего мира. Здесь совершилось то, что составляет нашу славу. Здесь произошла победа Христа над дьяволом, торжество добра над злом. Здесь воскрес Христос. В начале XII века на святой земле побывал черниговский игумен Даниил и принес Гробу Господню лампаду – дар от всей русской земли. На стенах кувуклии, как снаружи, так и внутри, выгравированы тексты пасхальных песнопений. Предстоя живоносного Гробу Господню, мы в любой день года поем «Христос воскресе». Русская церковь с первых ее времен находилась в тесном общении со святой землей. Все принесенное отсюда было священным в очах русских людей. Предельной же целью благочестивых христиан было посетить святую землю. Однажды побывав здесь, невозможно забыть атмосферу этих мест – ночные богослужения у Гроба Господня. Святая земля – колыбель христианской веры – всегда остается близкой и дорогой сердцу христианина. С древних времен и до настоящего времени в Великую Субботу на Гробе Господнем паломники наблюдают явление сошествия благодатного огня, который является символом того света, который высиял из гроба во время воскресения Христа. В XVI веке, когда армяне при помощи турок надеялись получить благодатный огонь самостоятельно, не пустили православного патриарха в храм Воскресения в Великую Субботу. Божественный огонь ишел из колонны в том месте, где стоял с богомольцами православный патриарх. И теперь, прежде чем зайти в храм, верующие лобызают эту рассеченную и обожженную колонну – свидетельницу истинности православного вероучения. К началу XX века Палестину ежегодно посещали до 10 тысяч русских паломников. В 1847 году постановлением Священного Синода была создана русская духовная миссия в Иерусалиме, в задачи которой входило оказывать помощь и покровительство православным на Святой Земле. Храм Воскресения Христова огромен и величественен. Благолепие храма соответствует его высокому значению. Иконы в иконостасе украшены ризами, пожертвованными до революции из России. Посередине храма Воскресения находится кафоликон, принадлежащий православной церкви. У входа в центральную часть храма, со стороны гроба Господня, стоит мраморная урна с крестом на изображении глобуса, который обозначает середину земли в духовном смысле, соответственно словам. Спасение соделал еси посреди земли Божия. Благоговейный паломник прикасается на Святой Земле к особому миру, память о котором останется с ним навсегда. Когда-то в XII веке, совершив паломничество на Святую Землю, русский игумен Даниил писал, «И бывает тогда радость велика всякому христианину, видевши святой град Иерусалим, и тут слезам пролитие бывает от верных человек. Никто же не может не прослезиться, узрев желанную ту землю и места святая видя. Иди же, Христос, Бог наш, претерпи страсти нас ради грешных. И идут все пеши с радостью великую граду Иерусалиму». Субтитры создавал DimaTorzok